Всем привет, с вами Юля и канал Папироска И сегодня у нас на обзоре одно довольно-таки интересное устройство Это Swampasito И это устройство обладает дизайном одного очень известного и премиального устройства от Lost Vape Ну, правда, тут это выглядит довольно-таки игрушечно Но зато здесь есть довольно-таки большой аккумулятор Возможность зарядки Type-C, то есть быстрой зарядки Ну, а также довольно-таки любопытная обслуживаемая база И сегодня мы как раз-таки моими кривыми ручками все это и проверим Ну что ж, давайте приступать Swampasito и вот его комплектация Это кабель USB, это испаритель для MTL-затяжки Внутри уже установлен испаритель на сеточке для более свободной затяжки А также отдельно идет комплектация с обслуживаемой базой Собственно, сама база, вата, проволока, отверточка Здесь есть оринги и запасные винтики Вот он в сравнении с другими подами довольно известными И, как видите, он такой довольно крупненький Корпус хоть и крупноват, но в руке лежит довольно удобно До кнопки доставать удобно Выглядит он немного дешево Даже, я бы сказала, пластиково Несмотря на то, что корпус выполнен из алюминия Мне кажется, что это ощущение исходит из того, что корпус кажется каким-то немножко пустым Такое ощущение, будто это просто такая коробочка, в которой понапихано и остается очень много пустого места Внутри устройства установлен аккумулятор емкостью 1100 мАч Зарядка устройства осуществляется через порт USB Type-C Также устройство поддерживает быструю зарядку Минимальное сопротивление у этого устройства 0,3 Ом Это стоит учитывать при самостоятельной намотке Также на устройстве присутствуют две кнопки Верхняя кнопка побольше, это кнопка Fire И нижняя небольшая, это кнопка для смены режимов Да, устройство поддерживает несколько режимов парения А точнее, разные мощности Вот на этой панельке будут отображаться такие точечки И, соответственно, чем больше точечек горит, тем мощнее устройство Таким образом можно настраивать мощность устройства под свободную затяжку Под тугую затяжку больше, меньше пара, горячее, холоднее пар и так далее По сторонам устройства наклейки на этой грани ничего нет Внизу отверстие для газоотвода И, собственно, на устройстве больше никаких элементов нет И давайте приступать к рассмотрению, собственно, картриджа Сверху у него располагается, казалось бы, 510 дриптип Но все не так Это вот такая вот интересная, как сказать, накладочка Также дриптип служит своеобразной заглушкой для заправки Но, если честно, мне она показалась не самой удобной Потому что даже той же горилкой подлезть довольно-таки проблематично Она сюда не до конца влезает Плюс во время заправки как-то не очень естественно двигается испаритель И постоянно кажется, что что-то может протечь Но спойлер, не очень-то течет Также на крышечке присутствуют такие вот небольшие скосы Которые служат для того, чтобы при закручивании крышки У вас внутри не создавалось избыточное давление И с их, собственно, помощью воздух так потихонечку лишний вытравливался Также здесь присутствует вот такой вот любопытный рычажок Он служит для регулировки обдува С помощью обдува воздух вот так вот проходит через весь корпус картриджа Но, несмотря даже на эти сложные схемы, вкус на очень хорошем уровне Сам рычажок позволяет регулировать обдув от самого свободного до самого тугого То есть, точнее, от вполне свободного до очень тугого Потому что его можно закрыть прям плотно-плотно Но главное при этом подобрать соответствующий испаритель с, соответственно, тугой затяжкой Вариантов испарителя для этого устройства всего два Это так называемый DTL Он на сеточке, он чуть-чуть побольше Там отверстие для жежи тоже побольше Соответственно, он для более навалистого парения и более свободной затяжки Есть также испаритель MTL У него более маленькие отверстия для жидкости Соответственно, больше сопротивления И, соответственно, для него как раз-таки подойдет более тугая затяжка Навал чуть-чуть поменьше И, соответственно, такая приятная MTL-ная затяжка Ну и, конечно, удар по горлу гораздо больше Только учитывайте, что сюда подойдет жидкость 60 на 40 Ну, а в этот подойдет и 70 на 30 Это важно Ну, а сейчас давайте посмотрим, как же здесь меняется испаритель Да, там внутри залита жидкость Да, я вся извозюкаюсь Но, в конце концов, нам еще и обслуживаемую базу сюда мотать Так что никуда от этого не деться Это DTL-испаритель на сеточке И сейчас мы сменим его на обслуживаемую базу Предварительно ее, соответственно, намотав Пожалуй, начнем с представления комплектующих Из которых состоит эта база Это вот такая вот золотая деталька Это, собственно, коннектор от картриджа Здесь, собственно, сама база Купол базы И специальная деталь, которая предназначена для того, чтобы накручивать вот эту вот базу на устройство с переходником на 510-й коннектор Происходит это незамысловатым образом Собственно, я так подозреваю, что это сделано также для того, чтобы можно было прожечь спиральку, которая получится Но мы сегодня пойдем по сложному пути Мы не будем пользоваться вот этой возможностью И мы полностью намотаем все вот на этом устройстве База здесь, казалось бы, максимально простая Но для того, чтобы поставить спираль, придется немножко разворачивать ножки Спираль здесь можно ставить как горизонтально, так и вертикально Но я сегодня не буду особо париться и поставлю просто горизонтально Я сегодня буду пользоваться своей проволокой, это 0,4-й нехром и своей ватой Но вы можете воспользоваться тем, что идет в комплекте Ватка и тоже какая-то проволочка сложная и идентифицируемая Для начала мне понадобится оправа 2,5 мм Ну а потом я начинаю на нее, собственно, наматывать проволоку Делаю 5 витков Сначала мотаю плотно, ну а потом создаю между ними небольшое расстояние Вот такая вот штука у нас получилась Ну а теперь добавляем расстояние между витками Сначала делаем это руками Ну а потом в дополнительную помощь берем отверточку и расправляем так Расстояние должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы витки не соприкасались друг с другом Особо можно не расправлять, поскольку все еще тысячу раз собьется И все равно в процессе установки нам придется еще раз все это поправлять Ну а теперь давайте перейдем, собственно, к установке Я рекомендую одну из ножек вот так вот подогнуть То есть примериться и отогнуть Для того, чтобы ее легче было впоследствии вставить Ну а вторую ножку можно просто вот так вот вставлять и потом подрезать После того, как койл установлен, лучше немножко подкрутить винты И затем начать уже поправлять койл Вот хотя бы как-то так Самое главное, чтобы между стойками и спиралью, соответственно, базой спиралью было небольшое расстояние Для того, чтобы не произошло короткого замыкания И сейчас окончательно все дозакручиваем и откусываем лишние ножки Далее необходимо прожечь спираль Как я уже говорила, здесь есть возможность накрутить вот эту вот базу на другой бокс-мод Но мы с вами представим, что у нас такой возможности нет И попробуем сделать это только с помощью вот этого устройства Для этого мы накручиваем на базу купол и вставляем все это дело в картридж Далее смотрим, что там происходит внутри Нажимаем буквально на доли секунды такими импульсами Только для того, чтобы спиралька разогрелась Смотрим, разогревается ли спиралька от центра к краям Если да, то все хорошо и можно приступать к следующему шагу Далее возвращаемся в исходное состояние Берем небольшой кусочек ваты, скручиваем кончик и начинаем установку Самое главное здесь ничего не тянуть и делать все максимально осторожно Теперь прикладываем вату непосредственно к проточкам И чуть-чуть не доходя до конца проточки мы обрезаем ее И еще дополнительно подрезаем уголочки Теперь немного смачиваем жидкостью и укладываем вату в проточки Теперь еще немного смачу жидкостью и надену купол Ну а теперь все собираем, заливаем жидкостью и погнали наверх В целом вкус получился на довольно-таки неплохом уровне Но, если честно, скажу, что не сильно он отличается от вкуса на испарителях Так что особая разница, наверное, только лишь в том, что обслуживать базу гораздо-таки дешевле и бюджетнее Нежнее, чем покупать каждый раз испарители Ну и пару комментариев по поводу намотки, собственно, этой базы Мне она показалась не самой простой, очень непростой И лишь с помощью нашего оператора я смогла, собственно, осуществить и закончить это Но если бы здесь делали базу, как на комнате в кайфуне, где нужно просто положить спираль под винт и прижать ее То было бы гораздо проще Но, а то вот это вот все вот так вот перегибать там и сгибать это довольно-таки сложно Из минусов хочется сразу отметить довольно трудоемкое обслуживание этой, собственно, же и базы Ну а третий минус это то, что устройство кажется немножко игрушечным То есть такое ощущение, будто где-то вот в корпусе есть какие-то пустоты И в руках это ощущается кому-как, но мне довольно-таки неприятно Но при этом всем внешне мне он очень нравится То есть он стоит на столе, выглядит довольно стильно И было бы в нем чуть-чуть побольше веса, было бы просто чудесно Ну а по поводу плюсов это то, что устройство живет два дня И это учитывая то, что я использовала испаритель, который предназначен для навала То есть с более низким сопротивлением и с более большой прожорливостью Так что это совершенно чудесный показатель И я считаю это определенно плюсом Ну из таких прикольных технических моментов я хочу отметить Type-C зарядку К тому же быструю зарядку То есть где-то за час, может быть чуть побольше, час-полтора у вас устройство зареется полностью Это очень круто Ну и также мне очень понравилась возможность регулировки мощности Вы можете самостоятельно подобрать для себя, что вы больше хотите Больше пара, больше автономности И также регулировать температуру пара и т.д. и т.п. Это тоже очень хорошая возможность для такого компактного устройства Ну и последний момент, это возможность регулировки затяжки Ее действительно можно выбрать как очень свободную Так и очень тугую В заключение хочу сказать, что я так и не поняла Нравится мне это устройство или нет Но вот что я точно для себя прояснила Так это то, что обслуживаемая база на подах это вообще не мое Вот прям совсем Ну а если вас заинтересовало это устройство, то ссылку на него вы, как всегда, можете найти в описании Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать много интересных комментариев Ну а с вами была Юля, пока-пока Всем привет, с вами Маша и Юля И сегодня у нас обзор на жидкости Динер Лэйди Лэйди, почему Лэйди? Потому что Динер Лэйди, потому что мы Лэйди Поэтому обзор на жидкости...